с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 12 сентября необычный праздник международный день вязания крючком считается что создавать изделия крючком гораздо легче чем спицами поэтому данный вид рукоделия и стал наиболее популярным в этот день для умелец проводятся различные конкурсы и мастер-классы кроме того им предоставляет возможность продемонстрировать результаты своего труда широкой публике впрочем и мужской коллектив тоже может попробовать это нехитрое дело а главное говорят она успокаивает у родившихся 1708 год 12 сентября в этот мир приходит антиок дмитриевич кантемир русский поэт дипломат наиболее известны его письма о природе человека 1897 год день рождения эрэн джолио кюри французского физика нобелевского лауреата 1935 года за синтез новых радиоактивных элементов она дочь кюри и марии скадовской кюри 1921 год день рождения станислава лэма выдающегося польского писателя философа публициста одного из классиков фантастики 1933 год в этот мир приходит татьяна даронина народная артистка ссср театральный режиссер актриса тритополя на плющихе волшебная сила искусства старшая сестра и множество театральных работ в 1944 году родился выдающийся скрипач руководитель ансамбля виртуозы москвы и не только владимир спиваков а в 1949 году в этот мир приходит ирина роднина трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию 11-кратная чемпионка мира и десятикратная покорительница европы ее имя занесено в книгу рекордов гиннеса в 1953 году рождается элла памфилова политик советник бориса ельцина бывший министр социальной защиты кандидат президента россии и глава в цик 1961 год день рождения миллион фармер канадско-французской певицы и актрисы у которой масса поклонников и фан-клубов она очень своеобразная певица события дня 1485 год 12 сентября тверское княжество входит в состав московского государства она княжества северо-восточной руси со столицей в твери существовала с 1247 по 1485 год княжество было краем где процветали ремесла и торговля тверской купец афанасий никитин в пятнадцатом веке ездил по торговым делам в индию большим влиянием пользовалась духовенство а тверской князь михаил не раз помогал московскому князю ивану третьему в его борьбе с новгородом это кстати не помешало ивану окончательно покорившему новгород ярославское княжество нанести удар по самостоятельности своего союзника причем он воспользовался недовольством тверских удельных князей и бояр и переманил их на свою сторону в ответ на это михаил заключил союз с польским королем казимиром и это привело к открытому разрыву между москвою и тверью тверь была взята войсками ивана 12 сентября 1485 года князь тверской михаил бежал в литву тверские бояре присягнули на верность великому князю ивану третьему тверское княжество утратила навсегда свою самостоятельность в 1643 году впервые в контракте блистательного театра упоминается имя актера жанна поклена будущего драматурга мольера в этот же день 1653 году отмечается день памяти святого благоверного великого князя александра невского воина подвижника строителя земли русской и небесного покровителя города санкт-петербурга младший сын александр невского даниил превративший небольшое московское княжество в центр всех русских и земель считается родоначальником московских князей празднество святому благоверному князю даниилу московскому установлено 12 сентября в память обретения его мощей и канонизации в 1652 году 1715 петр первый сдает указ который запрещает жителям столицы подбивать сапоги башмаки скобой и гвоздями в указе говорится а ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки и те жестоко будут штрафованы а купеческие люди которые такие скобы гвозди держать будут сосланы будут на каторгу а имение их взято будет покрытие улиц города было тогда деревянным ради его сбережения и был издан этот указ 1763 императрица екатерина вторая утверждает план создания воспитательного дома обычно заботу о сиротах брала на себя церковь и брошенные дети чаще всего вырастали при монастырях воспитательный дом должен был приютить сирот подкидыши и прочих безродных детей для принципиально нового нравственного и главное интеллектуального развития часть доходов со всех зрелищ которые устраивались за деньги стала взиматься в пользу воспитательного дома главное отделение москве было заложено в 1764 году по инициативе просветителя бицкого как благотворительное закрытое учебно воспитательное учреждение для сирот подкидыши и беспризорников 1857 год у берегов южной каролины во время шторма на пути с гаваном нью-йорк тонет американский пассажирский пароход центральной америка он перевозит калифорнийских золотоискателей погибает 422 пассажира и для многих главное тонет почти три тонны золота 1941 год к причалам мыса осиновец с восточного берега ладожского озера подходят первые баржи зерном мукой и боеприпасами начинают действовать дорога жизни единственная блокадная артерия осажденного ленинграда 1953 год проходит бракосочетание джона фит-джеральда кеннеди и жаклин лебувье в нью-порте штат royal island сша на свадьбе влиятельного сенатора кеннеди присутствует 750 гостей толпа зевак насчитывает и того больше 3000 человек в 68 году жаклин кеннеди выходит замуж во второй раз за греческого миллионера анасиса умирает она в 1994 всю жизнь она была образцом вкуса и подражали многие женщины со всего мира и многие мужчины мечтали о ней 1992 год в космос летит первая супружеская пара первая темнокожая женщина и первый японский астронавт 1994 год сша фрэнк кордер водитель грузовика из штата сервент совершает самоубийство спикировав на своем двухместном самолете прямо на южную лужайку белого дома но еще в одном событии более подробно 1990 год очень необычный во взаимоотношениях между ссср и германской демократической республикой а также федеративной республикой германии дело в том что в этот день московский договор об окончательном урегулировании в германии практически увидел свет летом 90-го года михаил горбачёв и канцлер фрг гельмут коль неожиданно для всего мира договорились о немедленном объединении фрг гдр министр иностранных дел гдр ссср сша великобритании франции юридически оформили объединение двух германий неудивительно что политика михаила горбачёва в германском вопросе совершенно не учитывавшая даже самых ближайших последствий такого решения вызывает колоссальную популярность в германии горби так его все называют потом его даже сделают лучшим немцем года история расставит все по своим местам с вами был николай пивненко в проекте дата